Прошел совсем немного времени, а в Петербурге вновь появился новый трамвай. Но теперь куда более интересный. 18 октября 2023 года на Инженерной улице был представлен долгожданный трамвай, сделанный в ретро-стиле и названный Достоевским. Внешний вид трамвая очень спорный, цвет выбирали голосованием. По его итогам был выбран зеленый. Снаружи трамвай полностью сделан в ретро-стиле, в то время как изнутри он выглядит очень современно. Трамвай состоит из трех секций, а одна из его главных особенностей – способность проходить кривые с радиусом на 14 метров. Именно по таким кривым проходят маршруты третьего трамвайного парка, в котором и будет работать новичок. Эти маршруты располагаются в одном из старейших районов города – Петроградском. Именно это и служит одной из причин того, что трамвай сделан в ретро-стиле. Салон трамвая выполнен современно, имеет приятную подсветку, плавно меняющий свой цвет, и множество экранов с указанием маршрута и достопримечательностей за окном. Здесь же находится и вторая особенность трамвая – интерактивный экран «Белые ночи». Это сенсорный экран, находящийся прямо в окне трамвая. Показывает он так же, как и остальные маршруты трамвая, и достопримечательностей за окном, но гораздо более подробно. Перейдем к качеству сборки трамвая. И она вновь не так хороша, как хотелось бы. Эти трамваи также невероятно дорогие, из-за чего такие недостатки смотрятся очень странно. Плюсом к этому трамвай сильно гремит, и непонятно, связано это с ним или с путями. Уже совсем скоро первый трамвай начнет свою эксплуатацию на маршрутах, а всего их куплено 54 штуки, включая трехсекционные «Достоевский» и двухсекционные «Довлатовый». На этом информативная часть видео заканчивается, и начинаются кадры с трамваем и его реальными звуками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Аналогичные модели есть у нас предоставлены русским музеем для различных залов Диграфы убрали, пасные звери и, соответственно, культис